Что такое интегральная теорема Моркова Лапласа? Когда нас интересует не одно конкретное К, а некоторый диапазон. Вот представьте себе, мы бросаем монету тысячу раз, и нам интересно, с какой вероятностью количество гербов будет от 580 до 700. Это сумма. Да, это сумма, можно так условно нарисовать картинку, которая у нас сегодня уже была. Где-то есть 0, и в принципе такая ситуация возможна. У нас где-то есть число N, далеко-далеко. У нас где-то есть NP, не обязательно в середине, не обязательно в середине. Может быть NP больше 1, 2, может быть меньше. И нас сейчас интересует какой-то интервал. Интервал значений. Например, так. Кстати, он не обязан содержать в себе число NP. П, какой-то интервал, да, вот, да. Замечательно. Ну, нарисуйте вертикальные отрезки. И давайте сейчас, да, да, да. Не обязательно сказать из нуля. Здесь не строго 0. Все-таки вероятность выпасть 0 раз и дербу тоже существует. Она очень маленькая, но существует. Так. Да, 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 все правильно. Все правильно. Так вот, нас интересуют... Да. Вертикальные отрезки быстрее. Нарисуй, пожалуйста. Сумма... Нет, их много. Их этих вертикальных отрезков очень-очень много. Да. Нас интересуют такие отрезки. Их надо все просуммировать. Правильно? Да. Замечательно. Мы уже поняли, что выгодно смотреть не на число K, а на вон ту величину X. Которое K-NP разделить, да? И давайте себе зададим такой вопрос. Чему равна сумма вертикальных отрезков, если X... Вот это вот наше число X. Вот. Зададим себе вопрос. Чему равна сумма вертикальных отрезков, если число X, то есть K-NP разделить на корень из NPQ? Расположено между какими-то конкретными числами A и B. Идея понятна? Да. Замечательно. И как же эта задача решается? Что в математике есть для таких вот вертикальных полосок? Сумма и интеграл. Да. Сумма с довольно хорошей точностью равна интегралу. Да. Что мы сейчас должны понять? Чему равно расстояние между этими полосками? Вот на картинке у нас это единица. Правильно? Покажи, пожалуйста. Вот у нас число K, да, вот, вот, да, между соседями это единица. Так? Правильно? Между соседями натуральными числами расстояние единицы. Да. Расстояние единицы. Да. А теперь вопрос. А насколько меняется X? Да не надо. Ну, это все понимают, что ступенчатая фигура, конечно, ну, как положено, да, когда говорим про интеграл. И вот, итак, насколько меняется X, если K изменилось на единицу? 1 делить на корень зеркалку. Вот и пиши. DX равно. DX равно единице, деленной на корень из NPQ. А теперь посмотри, пожалуйста, вниз. Можешь ли ты вот эту величину расписать понятным образом, используя DX? Отлично. Отлично. И что же это такое? Это одно из слагаемых интегральной суммы. И получается, что вероятность того, что число X расположено между A и B, пиши, P, P большое, в скобочках, A меньше X меньше B. Приблизительно равно интегралу от A до B. 1 разделить на корень из 2P E в степени минус X квадрат пополам DX. И вот это и есть та самая интегральная формула у Авра-Лапласа. Эти вот наши вероятности дают интегральную сумму. Я не говорю, что она равна. Вот ты правильно рисовал эти свои скорючки. Примерно равна, да. Естественно, можно точно считать все эти ошибки, ну как мы пытались при выборе локальной. Но это уже неинтересно. В том смысле, что для специалистов, конечно, там это интересно, когда мы пытаемся писать точные числа ВАЦ. Да, ну вот нормальному человеку, школьнику, надо знать такую простую вещь, что чаще всего все хорошо. Когда оценки будут дурить? Понятно, когда? Если число P будет в некотором смысле непостоянным. Если у нас число P действительно является постоянной величиной, и число Q является постоянной величиной, то у нас все будет хорошо. Если P и Q будут как-то зависеть от N, то, что называется, в нашем доказательстве это не было предусмотрено. Мы считали, что у нас P и Q постоянные числа. Все понятно? Вот. А теперь вопрос. Можно ли было сегодня обойтись без не относящегося к теории вероятности рассуждения с интегралом от синуса в N степени? Помните? В начале сегодняшнего занятия мы вычисляли нити числа и постоянную из формулы стирлинга мы нашли при помощи интегралом от синуса в N степени. Да, да. А теперь посмотрите сюда. Что у нас здесь получилось? Это же та самая постоянная С. Правильно? 1 делит на корень из 2 кг. Да. А мы могли рассуждать так. Мы могли и не выводить. Начало занятия просто могли не выводить формулу. И писать везде букву С. Она бы сокращалась. Она бы сокращалась. И мы бы так и дошли. И в этом месте вместо 1 делить на корень из 2 пи было бы С. И вот в этот момент мы могли бы радостно сказать следующее. Что вообще-то если вместо А и В поставить минус бесконечности плюс бесконечности то получается единица. И поэтому то число С должно совершенно верно. Интеграл от минус бесконечности до бесконечности е в степени минус х квадрат пополам dx равно единице. Потому что иначе у нас бы не сошлось. Сумма вероятностей всех вариантов не была бы равна единице. Да? Да.